Всем доброго дня! Сегодня я хотел бы прочитать один очень знаменитый отрывок из Ветхого Завета. Это пророк Исаия, 55 глава, 8 и 9 стих. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Я думаю, многие слышали этот отрывок, и от него веет таким возвышенным настроением, таким своеобразным, даже я бы сказал, пафосом. То есть есть какая-то пророческая такая аура вокруг этого отрывка, пророческое настроение такое приходит на нас с вами, когда мы перечитываем его. Потому что слышим здесь голос Духа Святого, слышно здесь такое извечное Божье воззвание к своему творению, о том, чтобы мы обратили внимание на его мысли и на его пути. Я сегодня еще и еще раз подтверждаю это настроение и делюсь очередным вдохновением от этого отрывка. Но все-таки мне кажется, что мы не до конца его правильно понимаем, потому что, опять же, важен контекст. И сегодня я хотел бы добавить к этому знаменитому отрывку, который часто цитируется, один небольшой стих в начале, который предшествует этому отрывку, а именно седьмой стих. Там написано «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслов свои, и да обратится к Господу, и он помилует его и к Богу нашему, ибо он многомилостив». Вы скажете, какое это имеет отношение ко мне, уже глубоко верующему человеку, который следует за Господом, который прошел немалый путь, возможно, уже за Христом? Я думаю, имеет. И прежде всего потому, что одно дело оставить, так сказать, что-то внешнее, одно дело последовать за Господом, так скажем, в юридическом смысле, когда мы стали принадлежащими телу Христову. Это тоже правильно, важно, необходимо. И другое дело в своих мыслях, в своем внутреннем течении, так скажем, духовной жизни принадлежать Господу Сицело. И здесь есть определенная проблема и недостаточность с нашей стороны. Потому что я не думаю, что мы можем сегодня смело так заявлять о том, что все наши помышления угодны Господу, о том, что мы уже настолько глубоко в своих путях, в своем внутреннем хождении, внутреннем течении нашей духовной жизни уже настолько стали свободными от нечестия и от беззакония. Здесь сказано, нечестивый ставит путь свой, беззаконник помыслы свои. Конечно, фраза «беззаконник» или «нечестивый» достаточно жесткая для верующего. Мы не привыкли себя такими видеть, мы исповедуем, что мы уже оправданы. И это правильно все. Никто не отвергает вот этого юридического оправдания. Но все-таки на уровне бытия, на уровне внутренней духовной жизни, на уровне общения с Господом, мы еще не на той высоте, которую Господь хотел бы от нас. Не на том уровне освященности, освящения по освящению, не на том уровне святости или освященности души нашей, как того Господь хотел бы. Поэтому слова «нечестивый» и «беззаконник» мы можем без лишнего самоосуждения, самобичевания, без каких-то крайностей, но все-таки применять к себе и рассматривать этот стих чисто технически. Что нам нужно сделать для того, чтобы принять вот эти мысли Господа, Его пути, которые превыше наших мыслей. Даже если мы уже тысячу раз верующие, даже если мы уже прошли за Ним немалый путь, все-таки Его мысли остаются более высокими, чем наши. И Его пути более, намного более высокими, чем наши. Особенно если мы с вами не научились отвергать себя на уровне мыслей. Вот центральная мысль, которую я хотел бы сегодня подчеркнуть, я которой хотел бы помолиться. Нам необходимо научиться отвергать себя в том числе и на уровне нашего мышления. Ведь Иисус сказал, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною, потому что если ты этого не сделаешь, ты не можешь быть Моим учеником. Ты ничему не научишься. Ты будешь топтаться вокруг этого сена и ходить все эти 40 лет. И очень, как бы сказать, сомнительный результат будет твоей христианской жизни. Если мы хотим чему-то действительно научиться, если мы хотим возрасти, продвинуться, нам необходимо научиться отвергать себя в том числе на уровне мыслей. Хорошо, если мы отвергли себя на уровне физическом, на уровне тела, на уровне материальном. Когда мы способны заставить себя прийти на собрание, способны заставить себя встать на колени, помолиться. Это здорово, это прекрасно. И это, как бы сказать, азы, начало, без которого ничто иное невозможно. Но если мы этому научились, если мы уже видим какой-то прогресс в том, что мы на физическом, материальном уровне способны себя отвергнуть, это здорово. Но я хотел бы сегодня откровенно, может быть, сказать о том, что без отвержения себя на уровне мыслей, на уровне мышления, на уровне образа нашего мышления, на уровне путей нашего мышления, мы с вами все-таки дальше не продвинемся. И поэтому тема, на которой я хотел бы сегодня пообщаться, поговорить, это неполное самоотвержение. Неполное самоотвержение. Это то, как я верю, чем сегодня мы характеризуемся в глазах Божьих. Ну давайте так, по-честному. Я буду говорить, конечно, свое мнение, субъективное, но я так думаю, что у нас с вами все еще наше самоотвержение неполное. Именно самоотвержение, а не самоотверженность. Потому что самоотверженность – это что-то, связанное с подвигами, что-то связанное с каким-то разовым действием, которое человек совершает, бросаясь на амбразуру или совершая какое-то подвижническое деяние. Это самоотверженность. А вот самоотвержение – это что-то рутинное, повседневное, каждодневное, то, к чему мы призваны на уровне, скажем так, обыденной жизни. Проходя свой земной путь, каждый день отвергни себя, возьми свой крест. Это слова Иисуса Христа, и это наша ежедневная практика. И вот самоотвержение, когда мы сами себя отвергаем, оно бывает неполным. Потому что, опять же, повторюсь, мы иногда способны или научились, или уже каким-то образом себя задисциплинировали, что мы можем и молиться, имея способность молитвенной жизни, такой дисциплинированной посещения собраний, общецерковных обязательных назначенных дней. Это здорово, без этого никуда. Но наш образ мысли, путь того, как мы живем в своей внутренней жизни, куда текут наши мысли, каким образом они текут, по каким дорожкам, по каким руслам пролегает это течение, по каким рельсам ездит наш паровозик внутри наших мозгов, вот это порой остается годами и десятилетиями неизмененным. Я о себе говорю в первую очередь. И сегодня я вижу перед собой задачу обновлять свой разум. Это центральная мысль апостольского учения, центральная мысль послания к римлянам, там 12 глава, начало 12 главы, где сказано, принесите тела ваши, да, тела, начало это тела, тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, обновляя свой разум. Обновитесь духом ума вашего. Что такое обновление? Это когда мы отвергаем старое, когда мы его отбрасываем, когда мы его, скажем, откладываем в сторону и позволяем каким-то новым мыслям приходить в нашу голову, да, в наши мозги. Есть такое понятие промывать мозги. Оно звучит негативно, но в отношении Божьего Духа я хотел бы сегодня, чтобы мы восприняли это словосочетание как что-то позитивное. Я хочу, чтобы Дух Святой промывал мне мозги. Буквально, буквально промывал. Потому что они все еще загажены, они все еще с гнильцой, да, они все еще где-то ходят, вот эти мои мысли, по каким-то старым путям, дорожкам, по старым руслам пролегают эти, ну, скажем так, мутные потоки, которые чего-то там носятся. Хотелось бы, чтобы Господь промыл все это, проложил новые русла, да, какой-то новый путь мышления преподал, да, внедрил, развил внутри нас, построил, чтобы новые мысли, новые паровозики по новым рельсам начали ездить. И это ежедневная, каждодневная практика. Еще раз седьмой стих. Да, ставить нечестивый путь свой и беззаконник помысы свои. Здесь не просто отдельно взятые мысли. Да, отдельно взятые мысли, когда мы научились преодолевать, это хорошо. Это здорово. Это тоже, я бы сказал, немалый уровень, да, уже выше среднего, даже так, для христианина научиться отвергать свои мысли. Это здорово. Здесь сказано, путь свой. У мышления есть определенный путь. Помните, у пророка Малахии написано образ мысли праведников. Есть образ мысли, скажем так, ветхий, образ мысли заскорузлый, образ мысли, как бы сказать, устоявшийся из мира, от нашей веткой греховной природы. А есть образ мысли праведников. Поэтому здесь идет речь не просто о каких-то отдельно взятых мыслях. Опять же, повторюсь, хорошо, если мы научились с ними справляться. Речь идет об образе движения наших мыслей, о путях, по которым они двигаются. Есть такое понятие твердыни в разуме. Понимаете? Твердыни – это не просто отдельные мысли. Это образ мышления. Это то, как мы привыкли думать. Это то, как мы привыкли чувствовать. Это то, как мы привыкли формировать внутри себя вот этот мыслительный поток. Это то, как мы привыкли вообще и по-другому себя не мыслим проживать свою внутреннюю духовную жизнь. Я иногда со своими коллегами на работе веду такие полуфилософские беседы, ну потому что они интеллектуалы, и я немного упражняюсь в таком апологетическом направлении евангелизации. Я задаю своим коллегам вопрос, откуда вообще берутся мысли? И когда начинаем с ними об этом рассуждать, они приходят к пониманию или к согласию со мной в том, что это духовная вещь. Мысли приходят из духа. Об этом уже даже никто не спорит у меня на работе, да, среди моих коллег. Они уже знают, что я имею вот это мировоззрение. Мысли приходят из духа. И то, каким образом они приходят, то, каким образом они ездят по этим рельсам в наших мозгах, это очень и очень важно для нас с вами. Это определяет уровень освященности нашей души, уровень нашей награды и гарантированность нашего спасения. Поэтому сегодня вот этот призыв Господа мы не должны рассматривать просто как некий пафос такой, знаете, как что-то возвышенное. Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Поэтому даже не пытайтесь их познать. Нет, наоборот, это призыв познавать. Наоборот, это призыв к практическому, скажем так, поглощению или принятию, присвоению Божьих мыслей, да, и Божьего образа мыслей, Божьих путей в нашу с вами внутреннюю жизнь, в наши с вами мозги. Мы говорим, что мы имеем ум Христов, но мы думаем ли этим умом? Да, мы имеем дар Святого Духа, но мы позволяем ли Духу Святому промывать наши мозги, в хорошем смысле этого слова, и вкладывать не только отдельно взятые мысли в наш разум, но и формировать сам образ нашего мышления, сам путь, по которому двигаются эти нейроны, да, там, или что еще в наших мозгах. Поэтому да поможет нам Господь действительно научиться отвергать себя, в том числе и на этом уровне, потому что если мы этому не научимся, то наше самоотвержение будет неполным, недостаточным, половинчатым, частичным, да, не таким, который позволит Господу действительно совершать в нас свою работу спасения во всей полноте и со всеми гарантиями. Да благословит нас на этом поприще Господь. До новых встреч, до новых видео. С Богом!